Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Перенесшие коронавирус могут пройти курс оздоровительного лечения. Самое главное их обучить правильно, дыхательной гимнастике, чтобы они дома уже в дальнейшем занимались садом. Администрация округа провела рейд против ночных алкомаркетов. Площадь непосредственно зала для оказания услуг общепита должна составлять не менее 50 квадратных метров. Здесь мы понимаем, что явно 50 квадратных метров в зале нет. Первая победа видновского металлурга в профессиональной футбольной лиге. То, что не получилось в прошлой игре, так скажем, получилось сейчас. Жители Ленинского городского округа, перенесшие ковид-19, могут пройти восстановительное лечение. Оздоровительный курс предусмотрен и для пациентов с хроническими заболеваниями. Госпитализация пациентов осуществляется во 2-й терапевтической отделении Молоковской больницы. В условиях стационара, наряду с лечением основной патологии, пациентам будут проводиться комплексные мероприятия восстановительного лечения. Аппаратная физиотерапия, ингаляции, массаж, лечебная физкультура. Для пациентов предусмотрены консультации специалистов – терапевта, кардиолога, невролога, в том числе по сопутствующим заболеваниям. Сначала каждый пациент проходит фильтр-бокс. Для того, чтобы понаблюдать за ними, имеется ли температура, какие-то симптомы заболевания, чтобы не пропустить коронавирусную инфекцию сюда, в стационар. Если появится один пациент, мы вынуждены будем закрыть здесь все. В настоящее время стационар на 35 коек уже принял первых пациентов. Помимо восстановительного лечения, подопечные медиков будут обучены оздоравливающим методикам, которые они смогут применять самостоятельно уже после выписки. Самое главное – их обучить правильно, дыхательной гимнастике, чтобы они дома уже в дальнейшем занимались собой. Восстановительный курс длится от 10 до 12 дней. Для того, чтобы пройти курс оздоровительного лечения в условиях 2-го терапевтического отделения ВРКБ, необходимо обратиться к своему лечащему врачу, сдать необходимый перечень анализов, в том числе на коронавирус и антитела к нему, и получить направление в стационар. С шумным соседом, торговой точкой, осуществляющей продажу алкоголя после 11 вечера, уже давно борются жители улицы Строительная. Проверить магазин выехали сотрудники администрации Ленинского городского округа и общественники муниципалитета. За развитием событий наблюдала наша съемочная группа. На торговую точку у дома 19 по Строительной улице жители ближайших домов жалуются часто. Из-за продажи алкоголя в ночное время здесь обычно собираются шумные компании, происходят драки, а территория вокруг замусорена. Я практически каждый день хожу в торговый центр «Курс» и вижу именно между домами 17-16 по улице Строительная людей в нетрезвом состоянии. Здесь бывают и драки, и погромы. Во время рейда сотрудники администрации Ленинского городского округа и общественники муниципалитета выяснили, что в магазине действительно ведется продажа пивной продукции после 23.00. По документам здесь осуществляет деятельность как индивидуальный предприниматель, так и общество с ограниченной ответственностью, из-за чего продавать алкоголь точка может, но только в открытом виде. Здесь, по словам управляющего, уже проводились различные проверки, но нарушений не обнаружили. А за территорию вокруг они ответственность не несут. Мы не можем отвечать за площадку. Во-первых, пьют водку. Это уже не первый раз было обнаружено, что все покупается в другом магазине у нас. Как хозяйствующий субъект в данной ситуации не пробовали вызывать полицию? Вы же понимаете, это на вашу репутацию. Понимаете, да, что здесь, на территории, только ваш магазин получается? Это все происходит после часу, и поэтому там, да, после часа ночи мы уже в это время закрыты. Участники рейда запросили и документы БТИ, чтобы понять, является ли магазин пристройкой. С июня этого года на территории Московской области вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах. В точках общепита, которые находятся на квартирных жилых домах, площадь торгового зала, не торгового зала, точнее, а площадь непосредственно зала для оказания услуг общепита должна составлять не менее 50 квадратных метров. Здесь мы понимаем, что явно 50 квадратных метров в зале нету. Теперь нужно понять статус непосредственно как бы вот этого помещения. Спустя какое-то время для оформления протокола к магазину приехала полиция. Владельцу торговой точки выписали соответствующий штраф. Жалобы поступают на данный объект постоянно. В принципе, мы и выехали по жалобе жителей. За работой предприятия будут продолжать следить, пока не устранят все нарушения. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Алексей Егорович Лапшинский – человек, который может послужить примером желания жить и радоваться каждому дню, несмотря ни на что. В свои 93 года он переболел коронавирусом и после этого отправился на реабилитацию в подмосковный пансионат для пожилых людей, где он может находиться под контролем врачей. Мы встретились с ним, чтобы послушать историю его жизни. Алексей Егорович Лапшинский родился в 1927 году в Ульяновской области в большой семье. Оставшись к шести годам сиротой, он рано научился быть самостоятельным. Позже он выучился на тракториста и уже в 14 лет, когда началась война, работал на полях и выполнял по две нормы. В 1944 году отчаянно хотел попасть на фронт, но его не отпустили. Если вы заберете самого лучшего бригадира, то у нас посевная сорвется, не берите. ВНКОМ пошел навстречу, и меня вернули работать. Но своей главной победой Алексей Егорович называет семью. С будущей женой Лидией Павловной он познакомился через родственников. Сначала встречались, ходили на танцы, переписывались, а спустя год поженились и стали жить в Саратове. У них родилось двое сыновей, а затем внуки. Вместе супруги прожили 69 лет. Начиная с 65-й годовщины, их стали приглашать на различные торжества, где они делились секретами образцовой семейной жизни. На транспорте прогуливаются по скверу, где нахожусь, всегда со мной люди здоровые. Откуда вы знаете меня? А вас по телевизору показывали. А вы у нас беседу проводили в школе или в институте. В общем, пять лет мы там, образцовая семья были, чемпионами по жительству. К сожалению, год назад Лидии Павловны не стало, после чего Алексей Егорович переехал из Саратова к сыну в Москву. Но даже после случившегося не потерял жажду к жизни. Воспоминания помогли пережить тяжелую болезнь. Недавно ветеран переболел коронавирусом. Теперь он уже полтора месяца находится в пансионате. Благодаря своему открытому характеру Алексей Егорович быстро нашел новых друзей. «Человек очень общительный, приятный в общении, интересного рассказывает очень много о своей жизни, о своей службе, о войне». Главной опорой в жизни каждого человека ветеран считает семью, которую необходимо ценить и оберегать. А превозмогать тяжелые испытания помогает сила воли. «Желаю вам, как бы, соблюдать здоровье просто и дожить лет до 100. Все говорят, ну нам 60 лет, или молодые, 40 или 20 лет, а тебе только все осталось 6,5 лет». Несмотря на почтенный возраст, в свои 93 года Алексей Егорович занимается северной ходьбой, старается подбадривать соседей по пансионату, шутит с персоналом и не теряет бодрости духа. От себя мы желаем ветерану крепкого здоровья и исполнения его мечты – отметить вековой юбилей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднетова. 3-0 в нашу пользу. С таким счетом закончился очередной матч в профессиональной футбольной лиге. Команда «Металлург» «Видное» принимала на домашнем поле коллектив футбольного клуба «Химки». Видновчане таким образом реабилитировались перед болельщиками, ведь прошлый поединок они проиграли обнинскому кванту. О самых острых моментах матча расскажет Максим Козлов. В первенстве России среди команд клубов профессиональной футбольной лиги оба коллектива уже сыграли по одному матчу. Игроки «Химок», они в желтой форме, принимали на своем поле команду «Сахалин» из Южно-Сахалинска и одержали над ней уверенную победу, забив два мяча и не пропустив ни одного. А вот у игроков «Металлурга» прошлая игра с обнинским «Квантом» не сложилась. Разыгрывать мяч выпало хозяевам поля, после чего между соперниками завязалась борьба, а порой довольно жесткая. На 11-й минуте матча один из игроков «Химок» допускает грубое нарушение правил в своей штрафной площадке и судья назначает пенальти, который с успехом реализует Егор Лилюхин, играющий под 13-м номером. Следующий гол был реализован после углового. Один из химкинских защитников попытался выбить мяч, но его траекторию изменил игрок «Металлурга» Максим Куфтин, играющий под номером 27. 2-0 с таким результатом закончился первый тайм. Позже на пресс-конференции главный тренер «Химок» высоко оценил подготовку наших футболистов. Отмечали сильную сторону «Металлурга», да, это прежде всего, конечно, скоростные действия, атакующие, да, нападающие, быстро, да, они очень квалифицированы, на мой взгляд, поэтому я думаю, что атака посильнее все-таки у «Металлурга». Во второй части матча гости, видимо, решили реабилитироваться и начали активно атаковать ворота «Металлурга». Часто спасал положение вратарь команды, но и у ворот «Химок» нередко возникали опасные моменты, один из которых закончился голом, который забил Павел Барбашов. Кстати говоря, Павел не в первый раз радует болельщиков видновской команды. Каких-то эмоций там нету, поэтому то, что не получилось в прошлой игре, так скажем, получилось сейчас, поэтому так в целом просто хотел бы поздравить даже не то, что с победой, а с результатом проделанной работы. В следующей игре в рамках первенства России среди команд клубов профессиональной футбольной лиги «Металлург» «Видное» встретится с командой «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Максим Козлов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Уже много лет в нашем муниципалитете не проводится фестиваль культуры «Журавлиные посиделки». А ведь когда-то это был любимый праздник творческих людей, которые съезжались к нам со всего Подмосковья. В рубрике «Время назад» мы покажем репортаж 2009 года с этого грандиозного по своим масштабам фестиваля. Журавль, согласно известной пословице, олицетворяет высокую мечту. Именно его семь лет назад выбрали своим символом работники культуры. Люди творческие, тонкие натуры, привыкшие ставить себе сверхзадачи жить по принципу «лучше журавли в небе». В пятницу, первые с трех дней праздника, на журавлиной поляне вырос целый палаточный город. Прогуляться по его улицам с такими романтичными названиями, как «Соловьиная», «Журавлиная», «Звенящая», «Березовая», «Солнечная», «Земляничная» – сплошное удовольствие. Каждая делегация обустроила свою стоянку с выдумкой, юмором, оригинальным оформлением. Девиз этого слета – культура вместо кризиса. Именно на эту тему пришлось пофантазировать участникам слета. Готовиться пришлось к конкурсам, серьезно. И споры были, и бессонные ночи, и все это, конечно, присутствовало. Однако не только за дипломами слетаются каждый год журавли. Пожить туристским лагерем на природе, завести новых друзей, обменяться опытом, насытиться новыми идеями и впечатлениями, получить творческий импульс на предстоящий год работы – не в этом ли прелесть журавлиных посиделок? Вот главное не победа, а главное – участие в этой программе и общение между друг другом, впечатлениями делиться. Ведь, ну, каждый как бы варимся там в своих этих саках, будем говорить. А здесь вот у нас обмен происходит. Главу как, у нас так, у вас так. На друг друга смотрим. Это вот здорово, это классно, что мы все вот собираемся здесь каждый год, мы ждем этого всегда. Ну, это замечательно. Из событий, предшествовавших кульминации слета, параду делегаций, нельзя не сказать о веселых финишах. Поляна слета была оборудована спортивными площадками для самых популярных игр – футбола, баскетбола, волейбола. Ну вот прозвучали позывные журавлиных посиделок, приглашая всех на торжественную линейку, посвященную открытию слета. На главной улице Палаточного города, проспекту Московской области, идут ликующие колонны. Каждая делегация в своей форме, со своим флагом и собственное сочинение речевкой, бьющей остроумием на повал. Министр культуры правительства Московской области Галина Ратникова поздравила всех собравшихся с праздником и объявила слет открытым. Культура сильна своими традициями. Я думаю, что замечательно совершенно, что эту традицию мы продолжаем, храним и я думаю, что будем сохранять. Я объявляю наш слет открытым. Право поднять флаг слета предоставилось самым опытным, самым преданным культуре людям. Журавлиную стаю в горках Ленинских приветствовал заместитель главы Ленинского района Алексей Селезнев. Позвольте от имени главы Ленинского района Василия Юрьевича Голубева, от администрации и совета депутатов нашего района поприветствовать вас на нашей земле и пожелать вам творческой плодотворной работы. А затем началось чествование Золотого фонда культуры и молодой смены руководителей органов управления культурой муниципальных образований Московской области, которые принесли нерушимую клятву. Церемония завершилась гимном журавлиных посиделок. Журавлиные посиделки, как всегда, наполнены теплом и уютом, несмотря на погоду, которая явно не способствовала празднику, проверя работников культуры на выносливость. А в погоде ныть не будем. Их Андре мы скажем нет. На поляне журавлиной из Позвольска всем привет. Уже к вечеру первого дня организаторы изготовили информационный стенд с фотохроникой первых часов слета. Впереди у участников слета еще два дня, наполненных общением, конкурсом, хорошим настроением. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Евгений Садовский. Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания.